30% детей заканчивает школу в очках с диагнозом близорукость. Удивительно, но никто не бьет тревогу. А ведь если дело пойдет такими темпами, то уже через несколько поколений количество детей с проблемами зрения увеличится в разы. Откуда такая эпидемия? И что делать, когда в глазах одни минусы? Давайте разбираться. Виктория Олеговна Баласанян. Кандидат медицинских наук, детский врач-офтальмолог, рефракционный хирург. Член международных офтальмологических организаций. Европейской ассоциации детских офтальмологов и Европейского общества стробизмологов. Награждена медалью «Гордость России». Виктория Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите же нам, что такое близорукость и почему зрение так резко падает? Ну, существует обывательское определение данного патологического состояния, что близорукость – это когда человек плохо видит вдаль. Но на самом деле данное определение не совсем корректно, точнее, не полноценное. То есть близорукость – это болезнь удлиняющегося глаза. Глазное яблоко у ребёнка, оно продолжает расти до 6 лет. Любое последующее удлинение глазного яблока считается патологическим. Вот на данной картинке мы видим, наверху изображена норма, когда рассматриваемый объект, проходя через преломляющие среды глаза, он проецируется на оптическом центре прямо на сетчатке. Любое удлинение глазного яблока, оно приводит к тому, что данный фокус уже не попадает на сетчатку, он находится впереди сетчатки, и на сетчатку проецируется уже размытое, расфокусированное изображение. Ну, соответственно, когда мы проводим оптическую коррекцию, это могут быть очки, это могут быть контактные линзы, мы смещаем этот фокус туда, где ему положено быть, то есть на сетчатку. То есть, получается, изначально ребенок не близорук. Все дети рождаются с дальнозоркостью плюс 3. Далее, по мере роста глазного яблока, дальнозоркость уменьшается. То есть, к годам мы имеем дальнозоркость плюс 2, далее плюс 1, и к 6 годам глазное яблоко перестает расти, и мы имеем норму, которая у нас отображена вот наверху, ну, на верхней картинке. А последующее удлинение глазного яблока, оно приводит к развитию близорукости. Причем удлинение на 1 мм приводит к росту близорукости на 3 диоптрии. То есть, условно, если в норме длина глазного яблока где-то порядка 22 мм, 23 мм – это уже близорукость минус 3. Ну, у каждого, понятно, норма своя. Скажите, какие факторы влияют на дальнейшее удлинение глазного яблока? Ну, в первую очередь, конечно же, имеет значение ведущую роль – это наследственная предрасположенность. То есть, если у детей, у бабушек и у дедушек, то есть, причем не обязательно прямое наследование, то есть, не обязательно, чтобы у мамы с папой была бы близорукость. Да, близорукость может быть у бабушки. Например, очень часто, когда обращаются с данной проблемой, родители спрашивают, есть ли у кого-либо в семье близорукость. Да, говорят, что нет, нету. Но у нас была бабушка, которая в 70 лет ввязала без очков. То есть, это верный признак того, что у бабушки в свое время, в молодости была близорукость. И, как правило, если признак наследуется, то и течение его более злостно. Ну, и прежде всего, это зрительные нагрузки, которые есть у детей в школе, это всевозможные гаджеты, которые также могут провоцировать. То есть, это все-таки связано с гаджетами с… Они провоцируют. С осмотром что-нибудь близко, рядом. Да, да. Понятно. Все-таки это влияет на нас. Да. А каким осложнениям может привести близорукость? Глазное яблоко, оно удлиняется не за счет его роста, а за счет его растяжения. То есть, глазное яблоко растягивается, и, соответственно, вот структуры глаза, которые мы видим – это склера, это сетчатка с ее слоями, это зрительный нерв – они истончаются. То есть, там происходят структурные болезни. То есть, структурные уже изменения происходят. И это может привести к дистрофическим изменениям на сетчатке на глазном дне. Причем, наиболее уязвимы являются вот периферические отделы. То есть, могут развиться дистрофические процессы, которые со временем могут привести к отслоению сетчатка. Я прошу прощения, задам, наверное, странный вопрос. Все это истощается именно потому, что… Растягивается глазное яблоко. Черепное строение у нас, кости у нас одного размера, а все это увеличивается в размере, и, соответственно, все это истончается. Правильно? Я понимаю. Ну, не совсем… Не совсем так. Ну, ладно. В том плане, что удлинение глазного яблока происходит за счет растяжения. То есть, ткань, она сама растягивается. То есть, если мы… Ну, вот, толщина самой ткани, оболочки, она становится тоньше. И это приводит к тому, что она может произойти в какой-то момент, ее разрыв внутренних слоев, например, сетчатка. На ней развиваются дистрофические изменения, и это может привести к отслойке сетчатки. То есть, близорукость – это не просто дефект оптики, да, что вот у него, значит, изображение проецируется неверно, но это со временем, при злостном течении, при прогрессировании может перейти в миопическую болезнь. При катастрофическом увеличении количества близорукости у, скажем так, школьников, вот, поговаривают, что нельзя поднимать тяжести, делать какие-то тяжелые физические упражнения, а, в общем, школьники не смотрят на это и продолжают ходить в клубы, спортивные секции, не обращая на это внимания. Насколько это все очень важно? Вот вы совершенно верно сказали, это очень важно, это крайне важно, поскольку то истончение оболочек, которое может иметь место при близорукости, оно именно чревато. То есть, если мы имеем истончение вплоть до образовавшегося какого-то дистрофического очага, любая физическая нагрузка может спровоцировать отслойку сетчатки. Но, что интересно, нету закономерности и нету прямой связи между степенью близорукости и выраженностью этих изменений на глазном дне. То есть, у ребенка может быть близорукость минус 2, и уже могут быть изменения на глазном дне, и, соответственно, уже у данного ребенка есть противопоказания ко всему тому, о чем вы сказали, и к физическим нагрузкам, и к поднятию тяжести. Но очень много мы имеем в практике ситуаций, когда у человека близорукость минус 7, но при этом абсолютно нормальное глазное дно. Здесь тоже имеет значение фактор наследственности, ну и индивидуальных особенностей. Я знаю, что есть линзы какие-то новые, которые меняют роговицу глаза, есть очки. Вот в термологии пришли к какому-то единому мнению? Вот все то, что было перечислено, то есть это очки, это линзы, есть мягкие линзы, есть жесткие линзы, и лазерная коррекция, тоже сейчас достаточно широко распространенная. Но ее же после какого-то определенного возраста нужно применять лазерную коррекцию. Ну, я сейчас скажу по поводу этих возрастных ограничений. То есть это все средства коррекции оптики, это не лечение близорукости. То есть есть оптический дефект, мы его убираем. То есть фактически изображение, которое проецируется впереди сетчатки, не попадает на сетчатку, изменяя оптику посредством очков, линз или, значит, лазерной коррекции, мы это изображение смещаем туда, куда ему положено быть. Но это не стабилизирует близорукость. Это не лечит те изменения, которые происходят на глазном небе. Для того, чтобы это происходило с того момента, когда уже у ребенка диагностирована близорукость, необходимо проводить курсы лечения. Курсы лечения, они на что направлены? То есть что именно нужно лечить? То есть во всем вот этом механизме прогрессирования близорукости и удлинения глазного яблока ключевым является функция мышцы аккомодационной, мышца, которая, работа которой позволяет нам видеть предметы на разном расстоянии. Данная мышца, она находится в состоянии напряжения у детишек, ну, у людей с близорукостью. И говоря о, значит, ограничениях по использованию гаджетов, зрительных нагрузок и так далее, мы имеем в виду тот факт, что это все усугубляет нагрузку на эту мышцу. То есть еще более спазмированное состояние переводит эту мышцу. И вот это вот напряжение ее приводит к тому, что глаз начинает компенсаторно растягиваться, удлиняться, и близорукость прогрессирует. И все вот эти способы лечения, то есть которые мы используем, они направлены, а, на восстановление вот функции этой мышцы, то есть чтобы она нормально функционировала в полном положенном ей с учетом возраста объеме, имела бы способность сокращаться, расслабляться, обеспечивая бы ребенку фокусировку на разные расстояния, да, видеть предметы на разном расстоянии. И если уже имели место вот все те изменения, о которых мы сейчас уже проговорили, связанные с изменениями истончением сетчатки и оболочек глаза, это уже физиотерапевтические процедуры, которые улучшают кровообращение и как бы подпитать глаз. Что касается лазерной коррекции, то есть основным является критерием для оценки, для выбора сроков проведения лазерной коррекции является не возраст пациента, а течение близорукости. Распространенное мнение, что лазерную коррекцию близорукости можно проводить к 18 годам, оно ошибочно. Почему? Потому что если мы в 18 лет или в 20 лет, наблюдая за течением близорукости у данного конкретного человека, констатируем ее прогрессирование, то ни в коем случае нельзя делать лазерную коррекцию. Но в то же самое время, если мы там в более раннем сроке имеем стабилизацию близорукости, то, значит, можно проводить смело лазерную коррекцию. И здесь еще что очень важно проговорить. Близорукость бывает, это все, что мы сейчас проговорили, это касается приобретенной близорукости. Школьную ее иначе называют, она может быть раннее, поздно приобретенная. Есть еще и врожденная близорукость. Это когда у ребенка с рождения имеется близорукость. Она может приводить к более тяжелым осложнениям, связанным с тем, что у ребенка с рождения на сетчатку проецируется, вот на этот оптический центр проецируется размытое изображение, и у ребенка развивается амблиопия. То есть слабое зрение. Это слабое зрение. Да. Вот у людей с близорукостью мы знаем, что человек без очков, он не видит, одевает очки, он видит. А что такое амблиопия? Это когда человек не видит и в очках, и без очков. То есть все вот эти изменения уже здесь касаются структурного характера. При врожденной близорукости не происходит такого ее интенсивного прогрессирования. И очень часто можно годам к 6-7 при врожденной близорукости провести лазерную коррекцию с тем, чтобы эффективнее вылечить амблиопию, которая развивается у данных детишек, и предупредить ее последующее прогрессирование. Скажите, а сколько длится такая операция? И каковы последствия, если они есть, конечно? Проводится обследование. Значит, сама операция, она длится, ну, само воздействие лазера там вообще длится до минуты, да? Да, сама операция где-то проводится минут 15 у взрослых пациентов без наркоза. А реабилитация проходит? Реабилитация – это месяц ограничения физических нагрузок. Дайте нам совет, что же делать с близорукостью? Может быть, какие-то упражнения есть для того, чтобы предупредить эту болезнь? Очень важным является чередование режима труда и отдыха. То есть после длительных зрительных нагрузок и детям, и взрослым необходимо дать возможность глазкам отдохнуть. Что касается упражнения, вот, ну, наиболее распространённое и, по мне, более эффективное упражнение – это, значит, с меткой на стекле всем известно. Это когда, значит, подходишь к окну, смотришь на метку, которая находится на ближайшем расстоянии, дальше находишь какой-то объект на удалённом расстоянии, в течение 15 минут переводишь взгляд сблизи вдаль. То есть это как раз-таки расслабляет ту мышцу, то есть тренирует ту мышцу, о которой мы рассказали, функция которой является ключевой вот в течение близорукости. Насколько я правильно понял, когда мы смотрим вблизи, это напрягает глаз, когда мы смотрим вдаль, это расслабляет. Совершенно верно, да. Соответственно, некие медитации при просмотре пейзажов, наслаждением природой расслабляют наши глаза. Виктория Олеговна, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам. Берегите ваши глаза. Это был медосмотр. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова